Итак, переходим к главе Лех-Леха. Это Берешит, 12 глава. Сначала главы по 17 главу 27 стих. Гавтора и Шаягу 42 глава с 5 стиха по 43-й, 10-й. А в Сефарских общинах с 40 главы 27 стиха по 41 главу 16 стих. Вайемер Адонай, Эль Аврагам. Аврам просто пока. Лех-Леха, Мэ-Арца, У-Ми-Муглах-Деха, У-Ми-Бейт-Авеха, Эль-Ха-Арец, А-Шэр, А-Реха. И сказал Бог, да, Лех-Леха, ступай, иди, уходи. Он такой же грубо сказал, да. А, пошел ты, Мэ-Арцеха, из страны стои. И из чего? Значит, из своего народа, из своих ближних, да, и из дома отца своего. Куда? В страну, в которой я тебе что? Укажу. Ва-э-эсхалли гой-гадой, вэ-э-вэ-рэха, вэ-гэ-дэ-леха, шэ-мэха, вэ-э-бэ-раха. И сделаю тебя великим народом. Интересно, что в оригинале. Сделаю тебя большим гоем. Да? Ле-гой-гадоль. Что, когда говорится, отец, оказывается, Авраам, не только народа еврейского, а что? Гаим. Множество народа, да. Каких народов? Гоев. Не только еврейских, но и не еврейских народов. И дальше сказано, да, сделаю тебя народом великим. И благословлю тебя, так, возвеличу, гадоль, корень, да, вэ-э-гэ-дэ-ла, шэ-мэха, имя, твое, и вэ-э-й-бэ-раха, и ты будешь благословением. Некоторые написано, вы благословение, да? Но в действительности кто будет благословением? Сам Авраам. И народ, который из него произойдет. Очень интересно, что есть места в Библии, которые обращаются ко всему еврейскому народу, как к одному человеку. Вы замечаете такое интересное? То же самое сказано и об Аврааме. И благословлю благословляющих тебя. Вэ-э-вар-эха, мэ-вар-э-ха-ха, так, у-мэ-калэ-ль-ха, калэль, это означает не только проклинать, но и говорящих плохо о тебе, да? Что я сделаю? Вэ-э-э-мэ-калэ-ль-ха, аор-вэ-не-вар-эху, вэ-гаколь, мэш-па-хот, га-адама. Итак, клянущегося тебя прокляну, то есть того, кто, что. Тебя проклинает, да? Я прокляну. Или говорит о тебе плохо. А дальше, интересно, вэ-не-вер-ху, вэ-каколь, мэш-па-хот, га-адама. И благословляться того будут переводиться все племена. А что? Все семьи. Семьи, оказывается, да? Мы говорили, семья, это ячейка. И у Ной была первая семья, которая была сейчас спасена. По все, что ты и весь дом твой. И это удивительно, что будут благословляться, оказывается, не просто племена, а что? Семьи. Семьи. Знаете, дьявол всегда хочет уничтожить семьи, да? Чтобы семьи распались. Чтобы сделать какую-то такую вещь, чтобы отцы были против детей, да? Муж против жены. Чтобы люди жили сами по себе. Даже коммунисты пытались создавать какие-то интернаты специальные, да? Чтобы дети были отдельно от родителей. Даже сама система такая, чтобы и мать, и отец работали. И чтобы некому было следить за детьми. И вырастают такие дети. А там, где жена не работает, а муж работоголик. Опять вырастают дети не те, потому что муж не заботится о семье, а заботится только о том, чтобы больше заработать денег, да? Для воспитания детей нужна семья, да? Муж и жена. И вы знаете, что в зачатии человека сколько участвует? Трое. Совершенно верно. То есть муж, жена и Господь. И это очень важно. И вот здесь начинается план спасения человечества через семью Авраама. Интересно, что мог бы и отец Авраама быть этим человеком. Терах. Или в русской Библии Фара. Взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, и вышел с ними из Ура Халдейского. Но он вышел, и там и остался. И нужно было ждать смерти отца, для того, чтобы Авраам мог идти дальше, да? Терах мог быть основной положением евреевского рода, что-то, чего-то ему не хватило. И поэтому, может быть, Бог так сказал Аврааму, ну все, давай выходи наконец-то, да? Наконец-то. Потому что отец его сидел. И тогда сказал, поди из земли твоей. И очень важно, что Авраам поверил Господу, и он обменил это ему в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение. Очень интересно, как обращается Господь к Аврааму? Точно так же, как еврейскому народу при выходе из Египта. Я Господь, который что сделал тебе? Вывел тебя. Вывел тебя. Вот с этого момента выхода и начинается еврейская история. И начинается еврейская история. И Авраам имел несколько обещаний или обетований, как вы говорите, от Господа. И это вошло в союз Авраама с Богом, да? Потому что обещание, Бог дает определенные обещания, и Авраам принимает их на себя. И он принимает на себя не только обещания, но и ответственность определенную. И первое обещание – это обещание семени. То, что он произойдет от ее великий народ, это Бытие, 12 глава, 2-й, 3-й стих, да? И сделает его семя источником благословения для других народов. Это Берешит, 22, дробь 18. Там употреблено слово Безареха. Безареха. Ют не стоит, поэтому если Безареха, было бы семенами, потомками все народы земли. Но здесь говорится, как об одном семени. И так это поясняется Галатом, 3-й главе, 16-й стих. Хотя слово «семьи» в единственном числе может относиться и ко всем потомкам. Чтобы не сильно на это внимание фиксировали, потому что есть некоторые вещи толкующие, да? Которые связаны с Медрашом, так как я вам уже говорил. Например, там девушка или молодая женщина, да? Но это не есть основание нашей веры. Правда? Основание нашей веры Ишио Мессии. Мы просто можем об этом говорить, как о тех вещах, да? Которые были сказаны в Танахе, как тень, как указание на будущее благо. Но это не есть основание всей нашей веры, да? В Берешит 12.1.2 перевод Гиль Шамир Иерусалим сказано, сказал Бог Аврааму, «Уходи из страны твоей, отродни твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я укажу тебе, и я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, возвеличу имя твое, и ты будешь благословением». «Ты будешь благословением» можно перевести по-разному. «Ты будешь благословлять», а также «благословляй». Помните? Повелительное наклонение часто так образуется, да? «Я диктую, а вы будете писать». Что это означает? «Я диктую, а вы что?» «Пишите». Поэтому «ты будешь благословением» или «благословляй», да? То есть обязанность евреев и заповедь, что? «Благословлять» и быть благословением для других. Да, и можно сказать, что здесь дается самая первая заповедь, которая относится не ко всему человечеству, к всему человечеству, вы помните, относились к законам Ноя. Опять-таки я пропустил это, потому что я не могу обо всем говорить, но вы знаете, о законах Ноя слышали, да? Но Аврааму дается новая тора, да? Если была тора дана Ною, Аврааму дается новая тора. Это устная тора. И эта новая тора, говорится, первая заповедь, а какая? «Благословляй». Первая заповедь, которую дает Бог Аврааму, те все заповеди, которые даются всему человечеству, они действительны для Авраама. Да. Но дается еще новая заповедь. «Благословляй». Но для этого нужно было отделиться. Отделиться. Отделение и посвящение, да, это одно из слов. Видите, «Мэка-дэш», да, «Кадаш», тоже имеет корень «кат». «Кат» — это что? Сосуд. Есть маленький сосуд, как у нас называется? «Кадушка» или «катка», да? «Кат» означает, видите, отделение. Сосуд отделяет то, что в нем содержится, да, от всего, что вокруг. Поэтому отделение и освещение. Для того, чтобы стать благословением для народа, он должен был отделиться, да, и посвятить себя. То есть, видите, «Мэка-дэш-эт-ли», ты посвящаешься мне. Значит, слово «кадаш» означает, что отделение и посвящение. Так же, как в Берешит 2.24, «Оставляет человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и они становятся одной плотью». Правда? И вот это освещение, это хождение перед Богом, которое происходило у Авраама один раз. Всю жизнь его. Правда? Мы, евреи, народ отделенный. Значит, народ святой. Святой – это означает отделенный для Господа. И, с другой стороны, евреи являются собственностью Господа. Вы знаете, что интересно с евреями происходило? Очень часто были евреи собственностью только царя страны, в которой они жили. Вот, например, в Польше. Все евреи были личной собственностью польского короля. И когда кто-либо нападал на евреев, то польский король защищал их. Они были не подсудны ни Сейму, ни парламенту. Они были подсудны только кому? Королю. Нечто подобное было в Испании до введения инквизиции и в некоторых других странах. То есть, евреи – собственность царя, личная собственность. И это избрание свидетельствует любви и милости Божией. И Бог верен своей клятвии, потому что одно из имен Бога – это Амен. Эль, Мелик, Нейман. Милость Божия распространяется на сколько? На тысячи поколений. Это примерно 30 тысяч лет. Бог заповедовал еврейскому народу соблюдать заповеди, установления и законы. В главе Хукат мы будем говорить, чем они отличаются друг от друга, который он повелел. И интересно, что сказано, что Авраам соблюдал все заповеди, постановления и законы. Но была у него письменная Тора? Нет, он не мог взять вот эту книгу и посмотреть. Ага, вот это такая-то заповедь, и я ее должен делать так. Почему? Потому что Авраам был другом Бога. Моисей, сказано, был другом Бога. Он с Богом был в постоянном общении, лицом к лицу. Авраам, естественно, делал жертвенники и особо и применял, допустим, какие-то ритуалы. Но это когда речь шла об исключительных случаях. А в остальное время что делал Авраам? В постоянном общении с Богом. И вот про Ноя сказано, что он ходил к Богу. Про кого? Енаха сказано, что он ходил к Богу. И Авраам не просто ходил перед Богом, но он ходил и двигался к Богу. Если что-то Бог не делал, то и Авраам это не делал. Хотя и Авраам не был застрахован от ошибок. Мы знаем, что у него тоже были определенные вещи, которых пришлось ему потом каяться и возвращаться обратно. А теперь, Израиль, что Бог всесильный твой требует от тебя, говорит дворим второзакониям. Вообще там даже стоит такое слово «просит Бог у тебя». «Столько страха перед Богом всесильный твоим, идти всеми путями Его, любить Его, служить Богу всесильному твоим, всем сердцем твоим, всей душой твоей, соблюдать заповеди Бога и установления Его, которые я повелеваю тебе сегодня». Правда? Вот таким был человеком Авраам, наш праотец. Он жил по Божьим законам, хотя он не имел благодати Ишуа. Вот как же Авраам бедный не имел благодати Ишуа? Вы знаете, вот какое несовершенство наших предков, праотцов. Вот посмотришь, ну действительно, Авраам был сутенером у своей жены, Исаак тоже повторил эту. Вот, и Иуда вообще со своей невесткой сошелся. Да, перед этим он хорошо не знал, что он это невестка его. Так он же вообще пошел в публичный дом. Вот захотелось, он взял и пошел. Правда? Братья Иосифа продали в рабство, чуть не убили. Ну, думают, ну что, вот есть такая Библия для неверующих, да? Читали? Ну, почитайте, почитайте, интересно, да. Вот я атеистическую литературу, за что люблю читать, что понятно, что люди вот критикуют. Но они критикуют, они какую веру критикуют? Примитивную веру, правда? Мы часто говорим, что вот они были такие святые и праведники, и они удостоились этого. Но, вы знаете, они по милости Божьей удостоились этого. Единственное их достоинство было то, что они верили Богу, то, что они любили Бога, и приходили к Нему, правда? И поэтому им прощалось многие такие вещи, за что Торова вообще повелевает побить камнями, да? Вот за то, чтобы украсть человека и продать в рабство. Что нужно было бы побить камнями? Вот всех братьев Иосифа и надо было бы побить камнями. Но милость Божья, правда? Милость Божья проявляется в этом. Но мы им им еще большую благодать и милость, потому что кроме закона мы имеем Иешуа. И Иешуа не для того, чтобы мы не исполняли закон, а для того, чтобы что? Мы имели большую милость Божью, да? В исполнении этих законов. Чем отличается жизнь по вере от обычной религиозной жизни? Вообще слово «религия» – это не такое плохое слово, как вас учили, да? Это исповедание веры или следование. Но религиозность – плохо. Когда люди начинают выполнять какие-либо ритуалы, думают, что они спасаются ими, или начинают требовать чего-то, чего не требует Бог. Но сама по себе религия – это следование. Следование за Богом. И Авраам шел за Богом. И Авраам шел за Богом и делал то, что ему приказал Бог. И в этом большая, большая милость, которая была явлена Авраамом. И вы знаете, что Авраам был первым евангелистом? Что есть такое в Евангелии? Да, добрая весть, да, о Царстве Божьем. Когда-то в Царстве Божьем это было два человека – Авраам и Сара. Ну, так еще к ним Лот примыкал. Ну, Лот так иногда с Авраамом, иногда в другую сторону смотрел, правда? Вот и все, Царство Божие. Но, сказано 12-5. «И взял с собой Авраам, Сарай, она еще была, Сарай, что означает, сверливая женщина, а не Сара, жену свою и Лота, племянника своего». Вот и все, Царство Божие. «И все имущества причетные с ним, но, дальше интересно сказать, а также души, созданные ими в Харане. И вышли, направляясь в страну Кнаан, и пришли они в страну Кнаан». Итак, смотрите, души, созданные ими в Харане. Но ведь у Авраама не было детей. Какие же души он мог создать? Рабыни. Рабыни, да. Ну, хорошо, рабыни, а он их создал? Создал, видите? Рабыни можно купить и рабов, но он создал эти души. Поэтому говорят, что это были первые души, да, которые были, привел Авраам к Богу. И, да, и они были совершенно верны. Не евреями, потому что единственным евреем в то время был Авраам, правда? И говорят, что Сара тоже занималась проповеданием слова среди женщин, да? Вы знаете, на Востоке, если женщина начнет мужчине что-то говорить или чем-то убеждать, то может закончиться очень печально. Поэтому там принято разговаривать мужчина с мужчиной, а женщина с женщиной. Кроме того, Авраам первый был, кто совершил алию. Алия означает поднятие, восхождение. Это и в физическом смысле движение в сторону Эрис, Израиль, да? А также восхождение в каком смысле? В духовном смысле, да? В духовном смысле. Потому что все страны остальные в духовном смысле были ниже. И хотя в Эрис, Израиль жили в то время разные племена, которые тоже были языческие, но это была страна самого сотворения мира, предназначенная, да, для Авраама и его потомства. Хорошо. Дальше можно сказать, что еще про Авраама? Да. Видите? Авраам пришел в страну, которую сказал ему Бог. То есть, это то, что совершил алию. И есть два пути. Два пути. Путь духа и путь плоти. Вот скажите, Лот тоже совершил алию? Да? Да. Правда? Ну, оказалось, что Лот не был предназначен для алии. И поэтому он потом отделился. Получилось даже так, что кто ушел? Лот или Авраам? Авраам ушел. Да? Лот был на самой плодородной земле. А Авраам пошел в пустыню, да? Да. Авраам пошел в Дегевскую пустыню, где там был такой оазис Дубрава-Мамре, да? Дубрава-Мамре. Хорошо. Вот мы можем сделать так. Разделить два типа праведников. Страничку, да, на две части. Левой стороны у нас будет Авраам. А справа Лот. Вот это, можно сказать, два типа праведников, да? И Авраам, и Лот были праведники. Но они отличались чем-то. Авраам взял с собой сироту Лота. Он фактически усыновил его, хотя это был его племянник, да? Однако, мы видим, что Лот не остался в Харане у других родственников, возможно, потому, что ему не светило наследство. Слева. Авраам занимался приобретением душ для Бога. А вот чем занимался в это время Лот? Неизвестно, да? Но зато потом оказалось, что у Лота было очень много, да, и пастухов, и у Лота было очень много скота, да, и стало им тесно на этой земле. Хорошо. Авраам взял сыну, женщину какую? Да. Из семьи Авраам взял сыну, женщину, из семьи, служившую Богу, да? Из своих родственников. А Лот, он и сам не женился в том месте, где брал и Исаак, и Яков свою жену. Он женился в Харане, на местной. А население в то время, если вы помните, какое было там? То есть это... Да, какое у нас было? Языческое. Языческое. Хорошо. Причина разделения между Авраамом. Скажите, это было желание Авраама или Лота? Лота, да? И эта причина какая была? Жадность. Жадность. Жадность, да? Видите, Лот мог стать наследником Авраама практически, поскольку не было у него сына. И даже одно время подумывал взять и Елизера в наследнике Авраама, да? Да. Но он предпочел все сейчас и сразу. И правильно, что у них начались распри. И вы знаете, это вот похоже на то, что они не могли мирно делить пастбище и воду на ссору в коммунальной квартире. Правда? Очень похоже. Вот такая у них коммуналка была. И вы помните, что Авраам сам предложил Лоту право выбора. И вот интересно, что Лот чем-то оказался подобен Исау. Он хотел похлебку сейчас же, чем благословение на завтра. И какое он получил благословение? Физическое или духовное? Физическое благословение. И Авраам пошел в другое место. Он жил свободно и свободно проповедовал о Боге. А Лот почему-то вдруг оказался где? В Содоме. Да, вот Содом это тоже вот такой оазис Хамаса. Правда, в Содоме творилось то же самое, что творилось до потопа? Ну, до потопа это творилось в масштабах всего мира. А тут еще человечество до этого не докатило. Но в Содоме они уже до этой жизни дошли. Дошли. Хорошо. И вот интересно, что говорится, что Лот мучился. Вот такой вот интересный садомазохизм у него. Мучился он, мучился, а из Содома не выходил. Правда? 2 Петра написано. Праведного Лота, утомленного в обращении между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слышал беззаконие. Мучился, а не выходил. Скорее всего, он своих овец продал, купил себе хороший дом, магазинчик, да? У него же зятья там работали, приказчиками в магазине. И жил, в общем-то, он неплохо. Ну, конечно, мучился. Но, с другой стороны, надо было тогда опять все продавать и постикос. Ну, так и мы тоже часто мучаемся, да? В чем у нас душевные муки? То, что мы продолжаем жить в мире, по законам этого мира, в то же время мы считаем себя детьми Божьими, да? И мы понимаем, что мы должны жить по Божьим законам. От этого многие мучаются. И немало, как сказано, что помирает. Да. Авраам ушел со стадами, продолжал жить изолированно от народа этой земли, не смешиваясь с ними. А Лот предпочел кочевой жизни, удобства города. Когда с Лотом случилась беда, помните, плен, Авраам отбил Лота. А также там были еще другие люди, которые были угнаны, да, из Содома. Ну, вот представьте себе, татары налетели, да, мои родственники, и тут угнали кого-то из вас. Да? И потом, как обычно, возвращает на место. А что сделал Авраам? Вернул их в Содом? Нет. Он ничего не взял у царя Содомского, да, но и не отдал людей. Он предпочел отдать всю добычу материальную царю Содома. То есть, фактически, он что сделал с ними? Он их освободил, и он их выкупил. Выкупил у царя Содомского? Удивительно, да? Он их выкупил у царя Содомского, потому что он отдал всю захваченную добычу, но людей оставил себе. А Лот вдруг оказывается опять в Содоме. Его кто-то посылал туда, да? Видите, как удивительная судьба человека, правда? И после освобождения Лот снова оказался в Содоме. Ну, вот он, наверное, был не только мучеником все-таки, мазохистом таким вот первым. Буду мучиться от назло им все. Да, при этом еще и праведником. И мы знаем, что Авраам продолжал приобретать души для Господа. Сколько душ приобрел для Господа Лот, трудно сказать. По крайней мере, те зятя, они тоже над ним смеялись, правда? В общем, он был таким неизвестным солдатом, неизвестным верующим. То, что он был верующим, никому было неизвестно, ну, кроме жены и детей. Правда? Да. Вот. И для Авраама, да, сказано было, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Это 2 Коринфянам 6, 17. Это вот для такого праведника, как Авраам. А Лоту можно было бы сказать 2 Коринфянам 6, дробь 14, 15. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным. Правда эти слова относятся к Воту? Он добровольно пошел под ермо, а потом еще раз пошел под ермо, хотя имел возможность освободиться. Еще интересно, что когда создалась опасная ситуация, Авраам ходатайствовал о жителях Содома. Помните? Он, как настоящий еврей, начал торговаться. А Лот единственное думал только о том месте, куда бы его спастись. Вот там вот такой маленький-маленький город. Ну давай я туда забегу. Ну он такой маленький, что ты же, Господи, его не заметил. Да. А в конечном счете он даже не в этом городе оказался. Он даже не дошел до этого города. Видимо, смерть жены на него так подействовала, что он где-то лег в какую-то пещеру, напился, и что с ним случилось, вы помните, да? Вот так получилось. И в результате Ной спас свою семью, да? А Лот, вместо того, чтобы спас, он еще стал, как сказать, причиной прелюбодеяния своих дочерей. Правда? И если от Авраама произошли какие народы? Еврейский народ, да? И другие народы. Это какие народы произошли от Лота? Да. Враги Израиля. Блудники и убийцы. Да. Еще про Авраама говорится, что он ставил жертвенники. Мы будем говорить о семи жертвенников Авраама. Успеем еще? Нет. Вот. А про Лота нигде не сказано, что ставил какие-то жертвенники. И тем не менее, они оба кто были? Праведники. Правда? Теперь немножко поговорим о жертвенниках Авраама. Вот если посмотреть, Авраам ставил жертвенники в течение своей жизни. И можно говорить о семи жертвенниках Авраама. И всякий раз эти жертвенники были связаны либо с заключением союза, либо с прохождением каких-то определенных этапов в жизни. Этапов в жизни Авраама. Так, первый жертвенник. Когда сказал, да, Лех, Леха. 12 глава, 4 стих. И пошел Авраам, как сказал ему Бог, и пошел с ним Лот. И было Аврааму 75 лет, когда он ушел из Харама. И взял с собой Авраам сарай жену свою, и Лота племянника своего. И все их имущество, приобретенное ими, а также души, созданные их Харами. И вошли, направляясь в страну Кнаан, и пришли в страну Кнаан. 12.6. И прошел Авраам по стране до места Шхема, до Эллины Мамры, а Кнанеи уже были тогда в той стране. И открылся Бог Аврааму. Что, есть какая-то проблема? Так, мы записываем все. Вот эти вот трое, вот сейчас выйдут туда в коридор. Все. Так, я заканчиваю тогда лекцию. Вот идите вы, вы и вы. Лех, Леха. Вот туда. Быстро как. Пишется. Контора пишется. Так, и вы вдвоем. Пожалуйста. Туда, 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 туда. Циги, циги, Аллилев. Быстренько. Так. 12.7. И построил там Авраам, жертвенник Богу, открывшегося ему. Какому Богу? Открывшегося ему. Второй жертвенник. 12.8. Двинулся оттуда в горы, восточнее Бейт-Эля, и раскинул там свой шатер, Бейт-Эль запада, Ай с востока, и построил там жертвенник Богу, и стал взывать во имя Бога. И отправился в путь Авраам, двигаясь дальше, к югу. То есть, второй жертвенник, это жертвенник взывания. Взывания. Интересно, что на западе, а он шел в сторону запада, был Бейт-Эль, с домом Божий, а Ай, город Ай, с востока. Что случилось в городе Ай или Ай? Ай-Ай-Ай-Ай там случилось, когда Егоша бен-Нун, да? То есть, Авраам повторял путь. Иисуса Навина, Егоша бен-Нуна. Но он от места горя пришел к какому месту? Ай означает горе, месту Дома Божьего. Третий жертвенник. И был голод в стране, и спустился Авраам в Египет, чтобы пожить там, ибо голод в стране был невыносим. Но там жертвенники в Египте не строил. А затем 13.3 двинулся переходами от Негева опять до Бейт-Эля. И опять, смотрите, точно указывается, где он расположил свой шатер первоначально. Между Бейт-Элем и Айем. Месту жертвенника, который он устроил там прежний. И возвал там Авраам во имя Бога. Очень интересно. Что же случилось с Авраамом? И тоже говорит абсолютно точно, что он вернулся точнюсенько на то же самое место. То есть он сделал такую вот петлю. Он сделал такую петлю. Он спустился в Египет и опять поднялся до того же места, до того же уровня. И четвертый жертвенник, видите, Бог не позволяет нам двигаться по кругу. Он дает нам определенный рост. И пятнадцатый стих, пятнадцатая глава, первый стих. После этих событий, после каких событий? Помните? Да, после того, что у него родился Ишмаэль. И потом у него что было? С лотом, да, вот эти все проблемы и так далее. Значит, после этих событий было сказано Аврааму. Не бойся, Авраам, я защитник твой, да, а не маген. И воздаяние тебе безмерно. И сказал Авраам, я хожу бездетным, да, и даже говорит, что вот наследует мне кто? Элиезер. И тогда Авраам говорит, возьми трех телец, трех коз, трех ягнят, голубя и голубенка, да, рассек их посередине. И это мы говорим, а какое жертвоприношение? Между рассещённых животных, да. И это было жертвоприношение, связанное с заключением завета. Связанное с заключением завета. Пятый жертвенник, когда начались у Авраам проблемы. И 16.2 сказала, Сара Аврааму, послушай меня, пожалуйста, удерживай меня Бог от рождения детей. Сделай милость, войди к служанке моей, да. И Аврааму было 90 лет и 9 лет, и открылся Бог Аврааму и сказал, я Бог всемогущий, иди предо мной и будь совершенной. И создам я союз между мной и тобой, и сделаю тебя народом многочисленным. Хорошо. И не будешь ты зваться, что? 17.5. Авраам, но Аврагам будет имя твое, ибо отцом множества народов сделаешься ты. Шестой жертвенник, да, 21 лава, 33 стих. Посадил Авраам в сад Беер-Шеве и стал провозглашать имя Бога Владыки Вселенной. Это жертвенник провозглашения. И седьмой жертвенник, самый жертвенный из всех жертвенников. И мы читаем это как отдельный отрывок Торы, и называется как? Акедат Ицхак. То есть связывание Ицхака, когда Авраам принес самое дорогое в жертву. Он, правда, думал, что Ицхак живет, но Бог сделал еще лучше, да? Он даже не дал ему убить Ицхака. И мы знаем, что Ицхак – это прообраз Ишуа Мессии. Да. И когда он испытывал, в русской Библии сказано, искушал, да, он даже сказал, Бог, пожалуйста, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. И Бог тоже взял своего сына, единственного своего, да? Взял Авраам для всесожжения, это 22 глава, говорили Берешит. И возложил Ицхака сына своего, взял в руки нож, огонь, и пошли они вместе. Видите? И скажите, сколько лет было в это время Ицхаку? Да, около 40 лет. Некоторые думают, что он был маленький мальчик. Там отрыв в Библии имеет совсем другое значение, чем у нас переведено. Опять я говорил, метафорическая деформация. Мы думаем, отрыв, значит, это маленький мальчик. И добровольно Ишуа пришел, сказал, в начале книги написано обо мне, иду исполнить волю твою, евреям 10, дробь 7. Ицхак нес на себе то, на чем должен был умереть, дрова. Ишуа нес на себе что? Крест. Да, и когда они пришли на место, Авраам взял нож, чтобы заколоть сына своего, да? Но Бог отвел ее жертву и заменил, заменил жертву на Агнца. Но Ишуа был тем самым Агнцем. Бог его ни на кого не заменял. И возвел Авраам отчество и увидел вот позади Овна, запутавшись с рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес во всесожжение вместо Ицхака. Но про Ишуа сказано, он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Опять-таки, если мы читаем Новый Завет, как если бы он написан был на иврите, да? То получается, Зе Адонай, вот Господь, а Се Адонай, Агнец Господь или Агнец Божий. Видите, опять игра слов. Это Господь мог сказать, Иоанн Греститель, а мог сказать, это Агнец Божий, да? Игра слов. И это, это игра слов и в Новом Завете тоже очень много поставлено. Хорошо, и жертва, которую приносил Авраам, принесла благословение евреям, но через еврею и всему миру, естественно. И жертва Ишуа Мессии была в первую очередь для кого? Для евреев, а вторую очередь для кого? Для всему миру. Хорошо, есть у нас еще время? Нет.